Это твой лучший результат. 1100 евро за день это чистая прибыль. Чем ты занимаешься? Давай поподробнее. Пошел некий рост? Пошел колоссальный рост. По сути человек без опыта в трафике может прийти, научиться. Спасибо, конечно, тебе за такую откровенную рекламу. Приветствую вас, дорогие друзья, на связи Андрей Баланс. Сегодня мы с вами разберем еще один крутой кейс ученика с пятого потока курса максимум продаж. Зовут его Павел. Паша, приветствую тебя. Привет. Всем здравствуйте. Меня зовут Павел Кучеров. Мне 21 год. У меня сфера услуг по трудоустройству. Непосредственно я интересовался очень давно Андреем. Андреем или курсом максимум продаж? И то, и другое тебя интересовало? То, и другое. Отлично. Наблюдал за ним еще с прошлого года, с октября месяца. Очень много сомневался, думал, принимать ли решение или нет. Ну и, соответственно, вот, наконец-то принял и пошел на курс 5.0. Буквально за короткий промежуток времени результат не заставил долго себя ждать, и я показал его, в принципе, очень быстро. Это было около 1140 евро за день. Это твой лучший результат? Лучший результат, да. 1100 евро за день – это чистая прибыль или это оборот? Это чистая прибыль. Как так? Чем ты занимаешься? Давай поподробнее. Трудоустройство за рубежом? Да. Я продаю непосредственно визы. Средний чек у меня получается 300 евро. Чистая прибыль 150 евро, то есть половина. Было продано около 12 виз, соответственно, это около 1200 евро. Отлично. А какой результат был у тебя до курса? До курса это было за месяц около 8-12 клиентов, соответственно, это около 1000-1500 долларов в месяц. То есть, по сути, ты сейчас делал такой результат за день, который у тебя раньше был за месяц? Абсолютно верно. Ты удвоился, утроился или сколько раз твой бизнес стал работать лучше? У меня было заявок в среднем от 8 до 20, подтверждаемость из них была около 30%. От 8 до 20 в месяц? Да. Сегодня ты запустил трафик с какого источника? С Google. Ты запустил рекламу в Google на свой оффер, на свою услугу. Сколько ты получаешь в среднем заявок в день? В день это получается от 10 до 30 штук. Охереть. Ты успеваешь их обрабатывать? Нет, физически не успеваю. Кто тебе помогает в этом? Помогает моя девушка и моя мама. Получается у них? Получается, да. Они в легком шоке или им мало? Они в шоке диком, потому как заявки приходят, как нажила сайт, как приходят звонки, так и заявки просто с сайта приходят напрямую на почту. Я физически не успеваю, потому как у меня в день 10-12 встреч в среднем. Я провожу их и тем временем, пока я общаюсь с людьми, у меня идут заявки. То есть, когда я потом позваниваю людей уже, я просто физически не успеваю, людям уже это не актуально, потому как они находят уже другую услугу у кого-то, другой компании. Теряешь клиента из-за того, что не успеваешь просто. А до этого тебе было крайне мало заказов? Да. Как давно ты занимаешься этой нишей? Этим занимаюсь ровно год. Именно конкретно услугами по трудоустройству. Как были успехи на протяжении этого года, до курса? Они были, так сказать, плавающими. Расскажи. Потому как в зависимости тоже от сезона, от месяца, визы продавались по-разному. Например, там декабрь, январь очень слабо, потому как мало клиентов было, были праздники, соответственно, визы практически не продавались. То есть, там был месяц застоя. А уже начиная с весны, там уже было совершенно по-другому. То есть, совершенно другой оборот и совершенно другой интерес у людей. Я знаю, что у тебя был небольшой факап. Факап. Или даже большой, как ты считаешь? Достаточно крупный, это мой опыт. Расскажи, пожалуйста, реально это будет интересно для наших зрителей. Ну, у меня был партнер, который непосредственно предложил мне хорошие условия с ним работать, сотрудничать. В этой сфере? Да, в этой сфере. Я по своей ошибке зарегистрировал его, получается, как соучредителя. Мы начали работать, все было очень хорошо, классно. И со временем он начал показывать свои качества просто как непосредственно не очень хороший человек. И когда я, грубо говоря, не видел, чем он занимается, то есть, я был учредителем, поставил его как директор, он делал очень много гадостей мне. То есть, он создал свои договора настоящие и под видом моей печати непосредственно продавал людям услуги, но не качественные. Кидал людей? Кидал людей, да. Очень страшно. Чем это закончилось? Это закончилось тем, что он пропал, то есть, куда-то уехал, соответственно, везде его больше нет, но как-нибудь дозвониться, дописаться, и, соответственно, люди все идут ко мне, потому как я являюсь конечным учредителем компании, ну и, соответственно... С претензиями? Да, конечно. Как ты решил этот вопрос? Финансово. Зарабатывал непосредственно, я давал людям по частям, потому что у меня другого варианта не было. Ты возмещал их убытки? Ты решил это все? Практически, да. На сегодняшний день пошел некий рост? Пошел колоссальный рост. И я безумно благодарен тебе еще раз, потому как, ну, если бы не курс, ну, наверное, я бы так и дальше развивался бы, вот так вот, грубо говоря, никаким образом. Ну, долгим путем. Долгим путем. И, в принципе, методом проб и ошибок. Да, то есть, роста никакого практически не было. Потому как все, в основном я брал, учился сам, сам развивался, то есть, смотрел в ютубе, смотрел, как развивать гугл, позвонил на различные компании, которые предлагали свои услуги за космические деньги, вот, это не особо интересно. Ну, как я знаю, как они делают это все. Ну, и, соответственно, наблюдал за тобой очень долго, потом видел, что мой знакомый, очень хороший Александр Смелянец, купил у тебя франшизу. Так, товарного бизнеса. Товарного бизнеса, да. Мы ему под ключ настраивали непосредственно торговлю в интернете. Да, мы с ним пообщались, непосредственно встретились в зале, я у него все расспросил, он говорит, даже не думай, иди на курс, потому как тут получишь очень много знаний, те, которые ты не получишь там просто так нигде. Да, я помню Сашу, это был один из первых наших франчайзи, он остался очень доволен нашей работой. Да, и по сей день он очень много оферов. Он занимается этим, да? Да, продвигает очень много оферов. Ну, уже год где-то прошло, из того, как мы в последний раз не виделись. Он на тебя очень хорошо отзывается, поэтому… Круто. Вот, собственно, такие отзывы мотивируют меня на дальнейшее развитие, на дальнейшую работу в этом направлении. Саша, если ты нас видишь, большое тебе спасибо, да, сбоку, увидимся. Хорошо, возвращаемся к нашему интервью. По поводу курса максимум продаж, те знания, которые я даю на обучении, их можно применить на товарном бизнесе, так? Конечно. В сфере услуг. Где еще, например? Инфобизнес, допустим. Инфобизнес, да. Можно продвигать свои какие-то услуги, свою страницу в Инстаграм, например, для каких-то тоже целей, например, там, какое-то мероприятие создать и так далее. Возможностей много, так? Конечно. Можно ли, допустим, с помощью этого, этих методичек, которые мы разбираем по источникам трафика, запустить в рекламу интернет-магазин с товарами, с чеком, там, от 500 долларов, например? Да, конечно. Конечно. Все зависит от аудитории, тоже от источника трафика, от рекламной кампании, до многих факторов, и этого вполне, в принципе, реально это сделать. У нас на пятом потоке есть ребята, которые ведут такие вечные ниши? Да, конечно. Какие ниши ты помнишь из своих коллег? Я помню строительные услуги под... Ремонт квартир? Да, непосредственно. Я видел, вот недавно парень скинул тоже свой обратный фидбэк, показал, там очень не похожи... Насколько я не ошибаюсь, там за сделку 68 тысяч гривен было. Да, клиента за 300 гривен получил, в итоге закрыл его на сделку больше 2000 долларов. Это шикарно. Где прибыль составляет примерно 30-40% от сделки. Неплохо. То есть, инвестировав 300 гривен в рекламу, заработать 10, 15, 20 тысяч гривен... И сразу окупить курс. И сразу окупить эту инвестицию в обучение. И в будущем реально есть возможность развиваться в этом направлении. То есть, получить завтра-послезавтра такое же количество заказов, с такими же чеками или даже больше, это реально. Конечно. Еще хотел сказать, если там кто-то сомневается, идти на курс или не идти на курс 6.0, покупать Андрея франшизу или нет, даже не думайте, идите, действуйте, и вы получите здесь те знания, которые вы не получите в принципе нигде, никогда. Те деньги, которые человек платит за курс, он их окупит в миллион раз. Хорошо, смотри, вот тут такой момент. Спасибо, конечно, тебе за такую откровенную рекламу, но тем не менее, стоит ли говорить о том, что этот курс подходит всем людям, и каждый, кто этим, допустим, никогда раньше не занимался трафиком, сможет достичь больших результатов? Ну, начнем с того, что не каждый человек предприниматель. Это раз. Да, это раз. Потому как для того, чтобы что-то продлить, нужно сначала хотеть, непосредственно должен быть какой-то стартовый капитал для этого. Желание обязательно. Желание, соответственно, потому как миллион с неба не падает. То есть просто заплатить деньги за курс и ничего не сделать, результата не будет. Не будет, конечно. Да, потому миллион с неба не падает, для этого нужно старание, работа, и, соответственно, очень-очень много тоже делать. До того, как ты пришел на обучение, у тебя был опыт в трафике? Нет. То есть ты ни разу не запускал рекламные кампании? Я работал через OLX, и я сам попробовал через Google Express запустить рекламу, но это было... В минус или в ноль? Это была прибыль, но она была очень маленькая. Она была там размером 200-300 долларов в месяц. То есть, по сути, человек без опыта в трафике может прийти, научиться, сделать то, что делаем мы на курсе, и запустить свои продажи в интернете. Сто процентов может. Возьмите на заметку. Окей. Дальше. Твои планы на ближайшие пару месяцев. Что это будет? Увеличение трафика? Масштабирование? Как это? Мои планы на ближайшие пару месяцев это непосредственно расти в сфере услуг, увеличивать клиентов. Хочу в день продавать 5-10 виз в среднем, и, соответственно, расти. Ну и где-то после Нового года запустить уже товарный бизнес. Товарку. И найти хороших партнеров, с которыми я могу работать. Потому как одному физически я не успеваю работать как в услугах, так и, соответственно, в товарном бизнесе. И нужна уже небольшая команда, хотя бы состоящая из двух-трех людей, которым я смогу доверять, ну и, соответственно, уже продвигать еще одно направление. Согласен ли ты с выражением, что трафик – это не в 21 век? Да, конечно. Это тренд? Да. Сто процентов. Ты рад, что ты запрыгнул в этот поезд? Очень рад. Единственное, что я жалею, что я не сделал этого раньше. То есть вот я смотрел, наблюдал, анализировал. И когда вот я столкнулся со знакомым, тоже еще такая интересная история, я ехал в такси, ехал парень, его зовут Женя, фамилию он не вспомнил, не помню. И я слышал, что он с кем-то говорит по телефону, и слышал, что обсуждает лиды, сколько лидов, какой товар, остался ли товар на складе еще. Вот. И спрашиваю у него, ты занимаешься товарной бизнесом? Он говорит, да, я обучался у Андрея Бауна. В общем, разговаривали. Таксист? Да. Так а почему он обучался у меня? Он не таксист, он просто, оказывается, ехал домой, и открыл предложение, и он решил, да, меня подъездят, еще таким образом бензин. Вот, мы с ним пообедали. Но я знаю и многих людей, миллионеров, которые время от времени выезжают потаксовать на своих автомобилях. И мы просто было интересное общение. И, в общем, таким образом, он мне говорит, что не думай, тоже иди на курс, потому как здесь ты получишь те знания, которых ты не получишь из них. Все, после этого я не долго думал, я сразу же это не написал. Я помню, да, записался. Доволен своей инвестицией? Очень, очень доволен. Что посоветуешь ребятам, которые нас смотрят и думают, идти или не идти? Ну, скажу еще раз, да, ребята, не думайте долго, анализируйте все правильно, покупайте курс непосредственно, обучайтесь и делайте результат. От себя хочу добавить, что, Паша, конечно, спасибо за такие отзывы, но, тем не менее, должен добавить, что результата достигает тот, кто реально этого хочет и стремится, что-то делает ради этого. Паша один из тех примеров, который взял рабочую методичку, применил все на практике, в итоге получил свои 1000 евро в день. Это крутой результат, на мой взгляд, и я думаю, что действительно это может повторить, если не каждый, то действительно многие из тех предпринимателей, кто стремится, развивается и качает не в 21 века. С вами был Андрей Балан, в гостях у меня был Паша, который занимается трудоустройством за рубежом, спасибо всем, кто нас смотрел. Подпишитесь обязательно на наш канал, для того, чтобы в будущем увидеть еще массу крутых кейсов и примеров того, как мы зарабатываем с помощью интернет-маркетинга. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok